Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими из отдела железнодорожного района города задержали двух мошенников, которые под видом работников Рязань-Горгаза проверяли газовое оборудование в квартирах пенсионеров. В дежурную часть полиции обратился 88-летний рязанец с заявлением о том, что двое рязанцев под видом сотрудников газовой службы обманным путем забрали у него 10 тысяч рублей. Опросив пенсионера и его супругу, являющихся ветеранами труда, полицейские выяснили, что к совершению преступления причастны двое мужчин, которые, представившись сотрудниками газовой службы, осматривали кухни и комнаты, имеющие вентиляционный выход, и делали заключение о необходимости установки специального газоанализатора. Для этого мужчины делали отверстие в стене, вставляли туда гвоздь и на него размещали предполагаемый газовый аппарат. Такое снаряжение прибора газовой безопасности должно было обойтись чете пенсионеров почти в 14 тысяч рублей. У ветеранов было только 10 тысяч рублей на руках, поэтому мошенники сказали, что придут за оставшейся суммой послезавтра. В процессе выяснения обстоятельств оперативники предположили, что злоумышленники вернутся за оставшимися деньгами в назначенный день. Поэтому во дворе дома был установлен пост скрытого видеонаблюдения. Благодаря профессионализму и особому чутью полицейским удалось задержать двух злоумышленников у подъезда в тот момент, когда мужчины уже звонили в домофон, чтобы подняться в квартиру пенсионеров за добавкой. Злоумышленниками оказались рязанцы 26 и 29 лет, проживающие в Рязани, которые оказались причастны еще как минимум одному подобному деянию. Полицейские установили, что от рук преступников пострадала еще одна пожилая женщина. Она сообщила оперативникам, что перед приходом непрошенных гостей ей звонила девушка, представившаяся диспетчером жилищно-коммунальной службы, и предупредила о том, что к ней скоро придут проверяющие из газовой службы. Пенсионерка пояснила, что придя к ней, молодые люди показали некие удостоверения. Не заподозрив обмана в словах мошенников, женщина согласилась на установку прибора и отдала им последние 10 тысяч рублей. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.